КОНСИЛИУМ УЧЕНЫХ КОНСИЛИУМ УЧЕНЫХ Но ясно одно. Косаток и белух из китовой тюрьмы не перевезут в бухту Парис возле острова Русский, как предполагалось. Ранее приморские ученые уже отмечали, что место выбрано неудачно. Бухта Парис расположена близко к городу. В воде много мусора, в том числе не все продуктов от судов. 11 китов, косаток и 87 дельфинов белух полгода живут в центре адаптации под находкой. Журналистам сотрудники центра рассказали, что их подопечные чувствуют себя нормально. Когда их привезли, они были совершенно дикие и к рукам не подходили. Сейчас же это животные, которые очень активно подходят к рукам, очень активно взаимодействуют с человеком. Однако на фотографиях зоозащитники увидели, что у некоторых животных кожа поражена инфекционными заболеваниями. Они считают, это результат переохлаждения. Чтобы согреться белухам и косаткам, надо много двигаться. А в тесных вольерах это невозможно. Содерживаются они в отвратительных условиях. Это очень маленькие загоны сетчатые. Напихано по 15-12 детей, которые буквально друг на друге вынуждены находиться. О китовой тюрьме говорит весь мир. Не обошли эту тему стороной и на радио «Лема». В гостях у журналиста Андрея Калачинского побывала его знаменитая коллега, журналист и писательница Лора Белоиван. Она также является руководителем Центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень». Лора Белоиван лично видела условия, в которых содержатся морские животные. «Морскому млекопитающему невозможно создать хорошие условия в банке с водой», — говорит она. Любой бассейн, любой резервуар для них тесен. Они в природе, шутя, проплывают сотню километров. Просто чтобы поболтать со знакомыми. Задача этой базы — это адаптация животных к неволе, которая предполагает еще и раскорм. В том числе раскорм. Слово «раскорм» какой-то нерусский? Это термин. Потому что животные, взятые из природы, нет, животные, взятые из природы, не будут есть мертвую рыбу. Тем более белушата, которые там половина из них молочного вскармливания еще, их отняли у самок. И их нужно научить есть рыбу, рыбу дохлую причем. В спасении косаток и белух могут принять участие и зарубежные специалисты. Губернатор Приморья обратился с просьбой о помощи ко всем океанологам мира. Французский океанограф Жан-Мишель Кусто записал видеообращение, прокомментировав ситуацию с китовой тюрьмой. По его словам, нужно действовать быстро, иначе здоровью животных будет нанесен еще больший ущерб. Он оценивает ситуацию как критическую и готов помочь. Напомним, в России вылов косаток и белух для последующей продажи запрещен. Но можно получить квоту на их добычу с культурно-просветительскими целями. Руководители двух частных компаний, которые выловили этих животных, утверждают, что все сделали без нарушений закона. Это был заказ собственников океанариумов в Китае. Деньги по контрактам уже получены. А тем временем утверждено обвинительное заключение по уголовным делам о махинациях на 13 миллионов рублей при отлове косаток, фигурантами которого еще в 2017 году стали экс-глава Тинродцентра в Приморье Лев Бочаров и двое его подчиненных, сообщает Генпрокуратура России. Дмитрий Беломеснов, Евгений Опарин. Новости на Восьмом.